Слава Богу Слава Богу Слава Богу После этих свидетельств, когда мы слушаем, у нас в сердце появляется желание всегда, чтобы славить Бога Живого как Царя, как нашего Господа, как благословляющего, как нашего пасера. И знаете, много у нас слов внутри появляется, через которых мы восхваляем нашего Господа. Слышали прекрасное свидетельство, когда Бог исцелил маму нашего брата, который так радовался сегодня. Мы слышали на протяжении этих дней прекрасные свидетельства, и мы можем сказать, Иисус есть исцеляющий нас, Иисус есть наш путеводитель, Иисус есть тот, который употребляет наши нужды. И, конечно, когда мы смотрим на все это, в сердце у нас всегда появляется чувство, чтобы славить нашего Господа. Но я сегодня хочу обратиться, дорогие мои, наше внимание, чтобы обратили мы, откуда все это начиналось. И это есть, конечно, слава Господне, который сегодня прибывает в церкви. Слава Богу за эту зданию. И мы многие прекрасные здания видели, где дети Божьи собираются. И когда я смотрю сегодня и в нашем городе, у нас тоже есть молитвенный дом, и когда я вспоминаю те дни, когда мы собирались в подвалных помещениях, а летом иногда так жарко, что в подвалном помещении уже 300 человек собирались, потолок был вот так над моей головой. И когда после собрания выходили, у нас все в башке мокрые были. И знаете, когда уже летом там невозможно, мы собирались на природе, в лесу, возле Куры, река Ястагова, Кура у нас. И знаете, когда я эти дни вспоминаю, мы скитались, то где собирались, то где собирались, по домам. Я вспоминаю, в одном доме мы собирались, это был восьмой этаж. На восьмом этаже собирались мы. И знаете, мы знали уже после собрания, что на шестом этаже ждет человек, который всех ругает там. Он не любил верующих. Наверное, вы сегодня, многие не пошли бы на это, чтобы они знают уже заранее, после собрания их будут ругать, они бы, наверное, воздержались и не пошли бы на собрание. Но знаете что, ни один верующий даже не будет думал об этом, что они не пойдут на собрание. Они знали, что после собрания их будут оскорблять, но нам больше негде было собираться. Скитались по домам. А мы сегодня, когда смотрим, у нас есть уже четырехэтажный такой дом стоит. Есть зал на 600 человек, где прекрасные возможности у нас, прекрасные условия, как в Америке, можно сказать, в нашем зале. Но знаете что, когда на все это мы смотрим, как будто привыкли мы, это и есть милость Божья, Бог прославляет свою церковь. Потому что Библия говорит, я прославляю прославляющих меня. Слава нашему Богу! Иногда мы, может, об этом не задумываемся, но когда церковь славит Бога, и люди славят Бога, и в жизни людей на первом очереди стоит живой Бог, то Бог говорит, я своих прославляющих, я прославлю. Слава нашему Богу! Проходят дни, проходят годы. И те люди, которые когда-то, они насмехались над нами, которые издевались над нами. Проходят годы, и они видят, что мы просветаемся. Они видят, что мы не уменьшаемся, а наоборот, мы умножаемся. Они видят, что не только старики остались в церкви, они видят, что много молодежи в церкви. И знаете, один раз к нам приходили разные люди, и одна журналистка говорит, знаешь, я много раз задумывался, в чем секрет этой церкви. Потому что многие протестантские церкви, говорят, сегодня вымеряют, мы смотрим в Грузии, нет у них молодежи. А я смотрел, то, что говорит, у вас есть все это, столько молодежи. Я всегда думал, в чем секрет этой церкви. И в этот день, когда она слушала нашу проповедь, мы проповедовали о том, что быть некомпромиссными, чтобы всегда двигаться вперед, чтобы не идти на компромисс с грехом, чтобы авторитет только был для нас в жизни, только наш Господь и славили его. И она говорит, я теперь понимаю, в чем у вас секрет. Это и есть ваша искренность перед Богом, это и есть ваша некомпромиссность. Вот в этом месте ваша сила. И я желаю, что вы так стояли до конца. Слава нашему Богу! Я тогда задумывался и говорил, слава тебе, Господь, за эту женщину. Она не член церкви, она просто сдалека наблюдает над нами. И Бог заговорил через него. И я после этого больше ответственно чувствую, чтобы больше славить Бога, быть некомпромиссным с этим миром, и чтобы имя Господне было все время искренне в нашей жизни прославлено. Потому что через это Бог говорит, я своих прославляющих прославляю. Слава нашему Богу за это. И Он прославляет сегодня свою церковь перед миром. Да поможет нам Бог, чтобы мы самое главное не утратили, и не забыли о самом главном, откуда все это начиналось. Я хочу сегодня говорить о последнем дне жизни Иисуса Христа на земле. И когда мы наблюдаем на этот день, дорогие мои, мы вообще-то не видим тогда, когда мы видим последние дни, это от Матфея 27 глава, если мы прочитаем, это и есть последний день Иисуса Христа, когда мы не видим там царя, который прославлен, и который прославляет своих людей. Мы видим, наоборот, измученного человека, которого избивали, плевали, смехались, и которого распяли на кресте. И, в общем-то, не видно было в тот день, тот царь, которого мы сегодня прославляем, не видно было тогда и могущество Божие с одним взглядом. И можно сказать, это был самый мрачный и темный день в истории человечества, когда Иисуса распинали на кресте. Но слава нашему живому Богу! Я хочу такой пример привести, дорогие мои. Мы можем сегодня много таких образов поставить перед собой. И мы можем сравнение сделать, как уже делаем мы. Иисус есть насар, Иисус есть пастер наш и тому подобное. Но в одном, говорит, библейском уроке, в одном книге я читал, задали вопрос такой ученикам библейской школы и спрашивали, давайте, говорит, каждый из вас пускай приводит какой-то образ или какую-то метафору, или образ, чтобы сравнить с Иисусом Христом. И многие, как уже стандартно, мы уже знаем, и как мы говорим, Иисус пастер, Иисус есть Агнес, Иисус есть тому подобное, разные образы. Но тут, говорит, одна женщина сказала, и высказала такую метафору, Иисус говорит, это есть фейерверк, только наоборот. И все недоумением, говорит, посмотрели на эту женщину. Как это? Что это обозначает? И она стала объяснять. Фейерверк, когда взрывается, мы видим с шумом блестит, разные, разноцветные, красиво там все это видно. И когда мы смотрим это славно, я очень люблю, когда в нашем городе на Новый год или на Рождество делают большие фейерверки, и все красиво там, и все блестит, с шумом, так красиво все. Но перед этим вот эта слава скрывается в простом кордонном маленьком коробке, и оттуда взрывается потом. Если мы наблюдаем на этот день, мы, в общем-то, не видим, чтобы он этот день славился. Иисус, как фейерверк, так бы прославился, и видно было так перед людьми. Это был тот день, когда, как ни скажем, это можно сказать, такой парадокс, что Создатель стал жертвой своего создания. Иисус умирал на кресте, дорогие мои. И мы часто об этом проповедуем, и это слово касается наших сердец. Но я хочу сегодня поговорить, дорогие мои, о тех событиях, которые происходили в тот день. Те пророческие события, которые говорили о славе Христа, но они не были тогда видны. Настолько это все непонятно было для людей, и даже для самых учеников же, Иисуса Христа, которые ученики были все время вместе с Иисусом, даже они не понимали до конца, что это случилось, и они все разбежались в недоумении. И остался Иисус один для того, для чего Он пришел на землю. Слава нашему Богу! И сегодня, дорогие мои, учение и понятие креста Иисуса Христа, это есть сила наша. И это есть, дорогие мои, та сила, которая нас освобождает от греха, та сила, которая дает нам жизнь вечную. И это не в убедительных словах, как говорил апостол Павел. Но слово о кресте с собой несет какую-то силу. Это не в убедительных словах. Ты не можешь высказать это такими красивыми, убедительными словами перед людьми, чтобы они слышали твои красивые слова, они покаялись. Но в проповеди креста о кресте есть своя сила, которая касается жизни миллионных людей, и которые меняются. Слава нашему Богу! И меняются не через убедительных слов человека, но они меняются через сила Иисуса Христа. Слава нашему Богу! И это, что самое главное, дорогие мои, доктрина о кресте. Это и самая древняя доктрина. Это мы иногда читаем, это и есть Новый Завет, но Бог еще предопределил Иисуса Христа прежде создания мира. Бог все это предвидел. И Он прежде создания мира определил, что придет Сим Божий на земле, примет образ человеческая. И как это блестящий фейерверк, наоборот, Он себе заключил в человеческом теле, который не отделялся от других людей, который был простым человеком, и Он родился на земле. И стал Он один из нас, который прожил этот жизн, и показал нам, какой есть истинный Бог, и какой есть истинный человек. Халлелуя! Если ты хочешь познать Бога, посмотри на Иисуса Христа. Прочитай у Слова Божьего, какой был Иисус Христос, какие могучие дела творил, и ты познаешь, какой есть Бог. Если ты хочешь увидеть истинного человека, который славил живого Бога, то посмотри на Иисуса Христа, и ты поймешь, какой должен быть истинный человек. Аллилуйя! Слава нашему Богу за это! Аллилуйя! Иисус, если бы захотел, Он бы все это изменил, но тогда бы мы не получили ту славу, которую мы сегодня имеем. Но Иисус добровольно все это принял на Себя, и в тот день Он контролировал все. Обычно, люди, дорогие мои, мы имеем силу и Свою силу, и мы защищаемся до конца. Но Иисус имел силу, Он контролировал все, но Он не защищал Себя, Он добровольно отдал Себя за нас. Слава Ему за это! Аллилуйя! Я хочу вспомнить, дорогие мои, несколько вещей. В тот день мы видим, дорогие мои, не только избивали Иисуса Христа, а мы еще читаем о тех славных событиях, когда на три часа сделалось темноться на этой земле. Мы читаем также, завеса в храме разодралась надвое. Мы читаем, что также камни рассыпались. Мы также читаем, что открылись гробницы, и многие оттуда воскрившие вышли и показались многим. Аллилуйя! И в конце мы читаем, как там сотник, который распинал Иисуса на кресте, Он и его люди сказали, Он воистину был Сыном Божиим. Аллилуйя! Слава нашему Богу за это! И первое событие я хочу поговорить. В 45 стихе, 27 глава от Матфея, говорит так. От чистого же часа тьма было по всей земле до часа девятого. И этим нам, дорогие мои, Бог показал прообразно. Иисус пришел на этой земле, и Он говорит в первой главе. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иисус пришел на этой земле, и Он был светом. Его жизнь, которую Он прожил, жизнь, которая заключалась в Иисусе Христе, Библия говорит, что эта жизнь была свет для народов, свет для людей. И мы видим, дорогие мои, что пришел истинный свет, который просвещает всякого человека, который приходит в этот мир. Но Библия говорит так же, что люди больше возлюбили тьму, нежели свет, и не приняли этот свет. Сегодня без Христа, дорогие мои, мы должны знать, люди любят тьму, люди не любят истину. И, как мы видим, в то время не приняли мир Иисуса Христа. И на кресте мы видим, дорогие мои, прообразно, там не только один крест был, а там были три креста. Мы об этом все и на Иисус знаем. И на этих крестах были разбойники по правую и палевую сторону Иисуса Христа. И это прообразно нам показывает, дорогие мои, мир, который разделен сегодня на дуэ. Мир, который принимает Иисуса Христа, и мир, который злословит Иисуса Христа. Иисус умирал на кресте, страдая. И мы этим видели, дорогие мои, что мир больше возлюбил тьму. И тот свет, который пришел, чтобы просвещать жизни людей, они не приняли этот свет. И этот свет распяли они на кресте. И мы видим, дорогие мои, один из этих разбойников злословит Иисуса Христа и говорит, «Если ты, Сын Божий, сойди из Христа, спасай себе самого и спаси нас тоже». И какие-то слова очень знакомы нам. Сегодня люди без Христа, находясь в отме, находясь во грехах, находясь в бедах, они, наоборот, когда страдают, многие из них говорят, «Если ты Бог, почему не помогаешь нам? Если есть Бог, почему не действует в нашей жизни?» Многие люди в горе, в печали. Так было от начала, так и есть, и так и будет в будущем. Будут люди, которые в своих трудностях, в своих страданиях, вместо того, чтобы искать Бога, они, наоборот, хулят Бога. Вместо того, чтобы прийти к Иисусу Христу и принять этот свет, который просвещает их жизнь и который избавляет от многих проблем в их жизни, наоборот, они злословят и говорят, «Если ты Бог, почему допускаешь? Если ты вообще существуешь, Бог, почему ты не действуешь? Почему мы в таком состоянии? Почему мы страдаем? Почему мы голодуем? Почему мы болеем? Почему мы умираем?» и тому подобное. Но, дорогие мои, в это же время видим мы второй разбойник, который в том же беде находится, который находится в том же состоянии, в котором этот разбойник находился. Мы видим, как он среагировал, и его реакция была, дорогие мои, противоположной первому разбойнику, и он говорит ему, «Разве ты не боишься Бога? Мы заслужили то, что мы здесь и страдаем, но этот человек ничего не сделал худого». Если бы здесь остановился разбойник, мы бы, наверное, сказали сегодня, на кресте совесть разбойника заговорил. Его совесть измучил уже, и он высказал правильные слова. Но это не был только крик совести. Это была вера и покаяние, дорогие мои, которые спасают людей. Халлелуя! Потому что дальше, говорит разбойник, обратился к Иисусу и говорит, «Господи, вспомни меня в Царстве Твоем! Халлелуя!» И эти слова говорят, что разбойник уверовал на кресте, и уверовал и получил то же откровение, которое получил апостол Петр когда-то от отца, и говорит, «Ты Сын Божий! Ты Христос, Сын Бога Живого!» И этот разбойник, находясь на кресте, умирая, в последние минуты получает великое откровение, и он говорит, «Вспомни, Господи, мне в Царстве Твоем!» Эта слова гласит о том, что он уверовал в Иисуса Христа как в Сына Божия, и он познал, что это и есть тот свет, который пришел на этот мир, это и есть жизнь, которая дает жизнь людям истинную жизнь, и он уверовал в этом, и в последние минуты он свою душу предал, и сказал, «Господь, ты вспомни меня в Царстве Твоем!» Иисус обратился и сказал, «Сегодня же со Мною будешь в раю!» Халлилуйя! Слава Богу за это! Мы однажды сидели и были представители разных конфессий, и я им задал вопрос, и проповедовали об этом, и они слушали меня, там был и наш мир города, и еще некоторые там были из разных еще конфессий, и я об этом проповедовал, я задал вопрос и сказал, «Давайте, отвечайте, кто, как вы думаете, к какому церкви принадлежал этот разбойник тогда, он вошел в рай, тогда же в церкви не был, и уничтожили, все повесились и смотрели, это для них было откровение, ни церковь спасает, ни конфессия спасает, иногда, знаете, церковь ложат, положили, допустим, монополию, допустим, спасение только у нас, спасение только в нашем церкви, спасение только в нашем понимании, но, дорогие мои, спасатель – это и есть Иисус Христос, халлелуйя! Когда меня спрашивают, когда меня спрашивают, что эти будут спасенные лет, я говорю, знаете, что я могу, конечно, по Слову Божию определить неправильные поступки и правильные поступки, конечно, я же ни глухой, ни слепой, но когда уже дело доходит до того и спрашивают о спасении, я говорю, спасение – это не от меня зависит, спасение – это не от нашей церкви зависит, спасение – это зависит от Иисуса Христа, халлелуйя! Конечно, я верю в это, если бы у разбойника было возможно, чтобы его жизнь продолжалась, он сошел с креста, я, конечно, так верю, что он должен был принять в его одно крещение и духовное крещение, он должен был, конечно, стать членом какой-то поместной церкви, у него должен был быть пастор, конечно, это все, этот порядок, понятно, сегодня для нас, дорогие мои, но спасение дает Иисус. Этот разбойник, у него не было время, чтобы он принял Иисуса Христа, конечно, принял, но у него не была возможность заключить завет с Богом, сделать там водную крещение и тому подобное, у него не было другой времени. И Господь Иисус, Который спасает от наших дел, несмотря на наших дел, Который спасает по благодати, и мы получаем спасение через веру, по благодати. Иисус дал ему спасение, слава нашему Богу. И это говорит о великой милости нашего Господа, слава нашему Богу. Также, дорогие мои, сегодня, я не знаю, я вас не знаю, если есть здесь такие люди, которые не обязательно, чтобы ты сегодня первый раз был на собрании, не обязательно, чтобы ты не обращен. Иногда люди, мы забываем, дорогие мои, тот свет, который пришел в мир, и мы уклоняемся от слова Иисуса Христа. Если ты сегодня чувствуешь, что ты живешь во тьме, если ты сегодня чувствуешь, что твоя жизнь больше тьмы, чем света, сегодня задумывайся об этом. Когда мы заходим домой, вечером, и там темно, стоит нам просто, дорогие мои, чтобы дотронуться до выключателя, и включаем свет, и сразу исчезает тьма. И в этом доме, где был тьма, где мы ничего не видели, вдруг пришел свет, и мы видим все. Слава нашему Богу. Это есть жизнь наша, которая покрыта иногда темнотой. Надо в жизни нашей просто дотронуться до Иисуса Христа, и включить веру в наши жизни, и сразу приходит свет в наши жизни. И слава нашему Богу за это. Я когда-то тоже жил в миру. Для меня было развлеканием только спиртные напитки, друзья гуляют туда-сюда. У меня был своеобразный гордость. И в конце я уже смотрел, у меня какой-то ненависть появлялся к людям. Потому что среди таких людей был я, где не уважали друг друга. Все о себе думали, и знаете, и в моей жизни постепенно эта темнота заходила. Но слава моему Богу, когда он коснулся моей семьи, когда он исцелил моего отца, когда я увидел реальную силу Божию, и когда я познал силу Божию, и я сказал, так продолжаться не может. И то, что я сделал, для меня очень трудно было ходить в церковь. 21 лет был тогда мне. Когда я узнал еще о тех законах, которые существовали тогда в церкви, которые многие соответствовали этим законам Библии, а многие не соответствовали. Даже, ну, мы же знаем, у нас и свои человеческие предания тоже есть иногда. И знаете, когда на все это я посмотрел, когда я несколько раз уже был в церковь, мой отец тогда меня позвал и сказал, сынок, ты уже верующий. Какой я еще верующий? Я просто был в церкви. Мне много чего нравилось там. Но он говорит, после этого, и он целый список уст на меня перечислил, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. И я так разозлился. И в это время молодые, очень мало были у нас в церкви, и старушки наши, которые молились все время, чтобы молодые пришли к Богу, они приходили ко мне и говорили, о, какой ты счастливый сынок, хоть бы наши сыновья тоже пришли к Богу. Они говорили, что я счастливый, но я так несчастным чувствовал себя. Я говорил отцу, сказал один раз, отец такой разозлился, мне еще 21 лет. Ты, если я все это не буду делать, то, что меня говоришь, ты сделай так, выкопай мне могилу, и заживо похорони меня туда. Что моя жизнь, если не буду я делать это или то? Но, знаете, я решил, я уйду из церкви, я не буду ходить в церковь. И, знаете, в моем сердце была темнота, но когда Дух Божий коснулся моего сердца, когда я задумывался и размышлял об этом, и как-то в сердце не хотел, чтобы дьявол победил в моей жизни, и когда Бог коснулся, и Дух Святой озарил мое сердце, и Иисус вошел в мое сердце, дорогие мои, я на все был согласен. Так же я скажу, кое-что, я своим разумом думал, наверное, это тоже грех. Я сам тоже этот список увеличил. Ну, есть люди составляют списки, чтобы потом опять нарушали их. Знаете, мы имеем такой характер. Конечно, попозже, потом, когда больше стал вникать в Библию, мой разум тоже просветил Господь. Но, знаете, сила Божия, когда коснулся, я на все был готов, лишь бы Бог не оставил меня. И с того момента я могу смело сказать, Бог просветил мою жизнь. Мои друзья, с кем я жил в мире, я скажу, многие из них, они уже не в живых. Некоторые уже, они умерли, они выпивали спиртные напитки, некоторые на котиках погибли. Некоторых, знаешь, есть несколько человек, которые более-менее нормальную семью создали. И когда я с ним встречаюсь, ну, все время они унивают. Вот жизнь такой. Но я скажу, слава моему Богу. Бог просветил мою жизнь. Бог дал мне веру. Бог мне дал прекрасную жену. Бог дал мне восемь детей, девять внуков. У меня сегодня есть то, что я бы, наверное, в мире мечтал об этом. Слава моему Богу. И когда я обращаю сегодня внимание, смотрю на этих людей, мое сердце наполняется благодарностью к Богу. И говорю часто, как Давид, Господь, кто был я и дом моего отца, что ты так помиловал нас. Слава нашему Богу. Я не знаю, у меня на этот вопрос до сих пор нету ответа. Почему? Но слава моему Богу, что он избрал, что он помиловал, что он дал то, что есть сегодня у меня. Слава Господу моему. Прекрасная церковь, прекрасные люди. И знаете, когда я сегодня смотрю, кто бы я был в мире, если бы не остался. Я не знаю, кто был в мире, если остался. Но я знаю, кто я сегодня. Я сегодня принадлежу Иисусу Христу. Иисус мой Господь. И мой Господь когда-то в этот день умирал на кресте. Его унижали для того, чтобы сегодня я был возвышен. Он обнижался ради нас, чтобы мы сегодня имели что-то. Его распяли на кресте. И ранами его мы исцелились. Слава нашему Богу. Он был оставлен, потому что мы сегодня не были оставленными. Мы сегодня чувствовали себя достойными детьми Божьими. Слава нашему Богу за это. Это все начался в тот день, когда люди распинали на кресте Иисуса. И этим они сказали, нам не нужен свет. Для нас лучше тьма. Давайте, дорогие мои, примем Иисуса в жизни нашей и включим веру Иисуса Христа, который просвещает нашу жизнь и придет свет нашу жизнь. Аллилуйя. Слава нашему Богу за это. Он есть Бог живой. Второе, то, что мы видим, дорогие мои, в 51 стихе, и вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. Слава нашему Богу за это. Наверное, эту историю верующие, кто читает Библию, они знают то, что значит эти слова. Но я хочу сегодня вместе с вами вспомнить, дорогие мои, прославить за это Господа. Библия говорит, сверху до низу, это обозначает, что Бог коснулся этой завесой. Эта завеса представляла из себя что? Когда в храме заходили люди, люди не могли войти в то место, которое было святое место. Туда мог только первосвященник год раз принять жертву за свои грехи, а потом за жертву народа он мог только войти в это место, которое называлось святое святых и разделял огромное там завеса. И никто из людей не могли войти туда, не имели права. Только первосвященник мог зайти. Дорогие мои, первосвященническое служение представляет что? Пророки всегда представляли Бога перед людьми и говорили Божие Слово. А священники, первосвященники, они представляли Бога перед людьми. И знаете что, дорогие, людей перед Богом представляли? Если пророк говорит Слово Божие от Бога, то священники, и мы видим, как раз и в этом в обряде, они стояли, ходатайствовали перед Богом. И когда завеса разодралась у храма на двое, этим нам, как Библия говорит, Дух Святой показывает, что то разделение, которое существовало между человечеством и между Богом, это было разделение, грехи наши, разделяли нас с Богом, жизнь наша разделяла нас с Богом. Но когда Иисус умирал в этот день, и когда Иисус испускал свой дух, завеса в храме разодрался на двое, сверху до низу. Что это обозначает? Бог этим показывает, что через жертву Иисуса Христа мы сегодня имеем доступ к Богу. Халлелуя! Слава нашему живому Богу за это! Мы сегодня имеем, дорогие мои, доступ к Богу. Завеса разодралась, и это обозначает, что мы сегодня имеем общение с Богом только через кровь Иисуса Христа. Иногда знаете что? Мы, люди верующие, теряем надежду, когда смотрим на себя, когда смотрим на свои грехи, но Библия нас ободряет и говорит, Он все дал нам для жизни и благочестия. Бог не только родил нас в суще и оставил. Есть многие матери, которые родители рождают детей и оставляют их потом, наверное, по изволу судьбы. Но Бог своих детей не оставляет. Он родил нас Слово Своею, Духом Своим родил, и Он нас не оставляет. И Библия говорит, разве, говорит, будет время когда-нибудь, вот когда мат оставит свое дитё, и Он взял самую большую любовь, пример, который есть в этом мире, материнская любовь. Девять месяцев мат носит ребенка во чреве, рождает муками, и столько бессонных ночей, когда мы растаем своих детей. Они нам не делают ничего хорошего, если так сказать, но мы их любим. Знаете, мы их любим, потому что мы их родили. Бог нас любит, дорогие мои. И свою любовь Он доказал на Голгофском кресте. Бог нас рождает, но и не оставляет нас. Хотя мы, рожденные свящие люди, мы иногда, может, и согрешаем, может, и, когда смотрим на самих себя, иногда, может, и даже веру теряем. Но Библия говорит, что мы должны по части пристать под престолом благодати. Откуда идет милость Божия? Откуда идет сила? Слава нашему Богу! Аллилуйя! Бог не только прощает нам, дорогие мои, но я хочу сегодня обратить наше внимание на одну вещь. Наша ошибка в том, что мы иногда больше надеемся на наши человеческие силы, чем на силу Божию. Мы иногда больше надеемся на наши способности, на наши старания. Но Библия говорит, что наши старания и наши благие дела, это есть как запачканная одежда перед Богом. Мы не сможем, но мы имеем сегодня огромную привлегию пристать перед престолом благодати. Благодать, это есть несослуженная. Ты что-то заслуживаешь, и тебе дают это. Это есть благодать Божия. И самое главное, я хочу сказать, дорогие мои, мы все верим, что Бог нас простил, когда мы уверовали. Но я хочу сказать не только просил, Он дает нам силу, Он дает нам возможность. Если что-то нам не достает и не хватает, то есть у нас живой Бог, который приходит в наши жизни. Халлелуя. Когда я уверовал, я не мог бросать, все я бросил, можно сказать. И никак не могу бросить курить, потому что с шестого класса я курил, там, где родители не знали мои. И когда я пришел к Богу, знаете, как трудно было мне это. И часто один брат со мной дружил и спрашивал, Олег, ты сегодня курил? А я его обманываю. Да, один шестой я покурил, а у меня в кармане целая пачка. Сколько раз я выкинул его? И сказал, больше не буду курить. Иногда и поселся, и говорил, это же не пища, это дым. Зайдет и видит. Или до вечера держал пост. Вечером, когда уже покушаю, опять захочется курить. Я знаю, что я так мучился. И в один день пришел я вечером домой и думаю, у меня не только один грех, что курю, есть еще другие грехи. Я обманываю еще моего брата. Он спрашивает меня, ты курил? Да, одну или вообще сегодня не курил, но в это время я курил. И знаете, я уже такой внутри тоже такой разочарован и встал перед Богом. Эта молитва не была исполненным Духом Святым. Я могу сразу же сказать. Это такая молитва была. Очень простая молитва. Я, конечно, ничего не почувствовал. Можно сказать, что я спорил с Богом и говорил, Господь, ты же видишь меня. Я хочу, не могу. Почему ты не помогаешь мне, Господь? Ты же видишь это все. Я лег спать. Я не знаю, как Бог на эту молитву посмотрел. Слава моему Богу. Это не было такой сильной молитвой исполненной Духом Святым. Отчего-то освободился я. В бесе выбежали от меня. Дух курения выбежал от меня. Я упал на землю. Нет, не было такого. Я просто Богу сказал от всего сердца и сказал, почему, Бог, не помогаешь мне? Я не знаю, дорогие мои, как Бог на эту молитву посмотрел. Может, уже улыбался, когда смотрел на меня. Но факт то, что я лег спать, утром проснулся и обнаружил, ночью я не встал, чтобы покурить сигарету. Проходит день, пообедал, поужинал, не хочется курить. Второй день, не хочется курить. И 35 лет после того, даже до сегодняшнего дня, не то, что курить, а дым, сигарету, ненавижу. Халлилуйя. Слава нашему Богу. Халлилуйя. И это был первый урок в моей жизни, чтобы пристать пред престолом благодати. И оттуда идет милость, прощение. И самое главное, не только милость и прощение, идет сила, чтобы мы победили этот мир. Аминь. Слава нашему Богу. Бог не только избавляет, а Он дает нам обещание, что Он освободил нас от власти греха. Так что, дорогие мои, у нас есть первосвященник, который стоит перед Богом. Завеса в храме разодралась надвое. Это значит, что мы имеем прямой доступ к престолу благодати. Нам не нужно сегодня посредник среди людей. У нас есть посредник один, Иисус Христос. Мы часто прибегаем и говорим, пастор, помолись за меня. Многие люди приходят, знаете, я один вещь заметил. Молитесь за меня. Одна приходит, всегда, брат, когда будешь молиться, обязательно помолись за меня. Я думаю, Боже мой, если где-то 800 членов у нас в церкви, за 800 человек, если по каждому я буду молиться, по именям, я не смогу просто физически это переносить. Но у меня появился мысль, а сколько ты молишься, сестра, за твою нужду в 24 часа в сутки есть? И оказывается, что и пять минут не молится за свою нужду. И приходит в церковь, молитесь за меня, пастор, за меня молились. И мы хотим, что то, что принадлежит нам, возложить на других. Но Бог говорит, что у нас есть прямой доступ к престолу благодати. Конечно, молитвы церкви помогают нам. Конечно, молитва пастора помогает. Я в этом верю. Я сам молюсь за людей. Но, знаете, часто, быстрее получают те люди, которые сами пред престолом благодати приходят. И они верят. Слава нашему Богу! Знаете, у нас есть великая привлекция. Сколько из вас встречались с вашим президентом? Наверное, только по телевизору многие видели, да? Если с ним займут встречу, допустим, попросить аудиенцию, что получится? Наверное, цель этой процедуры надо пройти. Если даже ты сможешь достигнуть того, чтобы встретиться с президентом, наверное, будет ограниченное время у тебя там. Но, дорогие мои, престол благодати всегда открыт для нас. Без всяких посредников. 24 часа в сутки. Сколько хочешь, прибывай перед престолом благодати. Там тебя с радостью ждут. Иисус стоит перед престолом благодати. Еще Иисус сегодня не прекратил ходатайство. Иисус сегодня ходатайствует за тех людей, которые обращаются к Иисусу. Аллилуйя! И, дорогие мои, иногда мы не верим в этом. Знаете, почему? Потому что мы смотрим на самих себя. И, знаете, когда Бог израильский народ постепенно приучал чтобы они познали силу жертвы, Бог многими образами их учил. Еще мы видим в пустыне, дорогие мои, когда у них еще не было закона, мы видим, когда они грешили, то Бог на них послал трудности, змеи кусали их, и они умирали. И когда они, по слову Божию, меднезвей превознесли и смотрели верою, они не умирали больше. И Бог этим показывал постепенно, разными образами приучал, дал им закон жертвоприношения. И в этом законе есть один интересный момент. Когда рождался первородный в доме, ему посвящали Богу. Первородную и в котах, и то, что у них было, все первое, и плоды, все это они приносили к Богу и посвящали Богу. Но было только одно животное там, кого сразу не приносили к Богу. Если рождался осленок, то должен был хозяин за него сделать выкуп. Он должен пойти священнику, принести агнца, еще, вы знаете по закону, какой должен быть там жертва. Это должен быть непорочный, самое лучшее, самое хорошее, самое красивое из стада. И знаете, если хозяин не выкупил, тогда ему ломали шею и выбрасывали. Он не мог жить. Но когда хозяин принесил жертву ради этого осленка и выкупал эту жертву, то осленок уже мог играться уже со своими другими осленками. Он имел право на жизнь. И знаете, не важно это, как выглядит осленок, наверное, все не видели, да? Если так не видели, по телевизору где-то видели, не очень-то такое привлекательное, длиннее, уши кривее, ноги там, да, смешной такой. Но когда мы видим агнца, который так красиво, так мило, и знаете, ни в чем невинный агнец приносили жертву ради этого осленка. Не важно, как этот осленок выглядит, самое важное, как агнец выглядел. Агнец наш непорочный, который принес себя смотрим, дорогие мои, мы в себе ничего хорошего не увидим, но давайте в это время, когда перед престолом благодати мы пристаем, и мы смотрим на себя, и хорошего ничего не видим, давайте вспомним первосвященника Иисуса Христа, который молится, и жертву его, который принес за нас Иисус непорочный. Не важно, как мы выглядим, перед престолом благодати, в это время, когда мы стоим с покаянием, когда мы стоим смиренностью перед Богом, и унижаем себя, и просим Бога, благодать Божья приходит, милость всегда идет от креста, милость Божья прощает, а благодать дает нам силу, чтобы мы смогли победить всякий грех в нашей жизни, халлелюя. Я не говорю о том, что люди умышлены, я согрешу, я опять покаюсь, и Бог меня просит, я не об этом говорю, Иоанн говорит, дети мои, я все пишу вам, что вы не согрешали, а если кто согрешил, мы имеем ходатай перед Богом, Иисуса Христа, слава нашему Богу за это, халлелюя. Так что, дорогие мои, давайте не будем веру терять, Иисус с нами, Бог с нами, Он живой, халлелюя, слава нашему Богу, и первосвященник наш всегда ходатайствует за нас, халлелюя, Он стоит перед Богом, и это все случилось 2000 тому назад, когда Иисус умирал на кресе и страдал ради нас, слава нашему Богу за это, халлелюя. земля потряслась и камни рассеялись. Вы видим, дорогие мои, это есть, наверное, страшное, когда это катастрофа, что-то случается, и во многих, у многих людей жизни были как разбитые, но когда мы приходим Иисусу, Бог все это созидает. И был, я много раз, 35 лет уже в церкви, оттуда, наверное, на 33 года еще больше я в служении, и, знаете, всегда с людьми имею дело. Разные проблемы, разные люди, тысячами людьми проходили передо мной, которые свою жизнь исповедовали, говорили, и сколько разбитых жизнений мы видели, сколько разрушений семи, сколько людей, которые не имели надежду, и когда они приходили к Богу, Бог их жизнь ставил порядок, слава нашему Богу, сколько разрушенных семей восстановил Бог. Я помню, один человек пришел к нам на собрание, уверовал, и он говорит, у меня жена от меня ушла, почему я спрашиваю, он все время там пьянствовал, и жена уже не смогла жить с ней, с ним и поехал, уехал в район своим родителям. Оказывается, его его жена был один раз на собрании, он нас всех знал, и я сказал, как-то сердце положил мне Бог, и сказал, давай поедем туда, ты покаешься перед ними, да, говорит, покаюсь, ну, пойдем тогда, и мы поехали в этот район, в горную деревню там, и когда мы зашли туда, они сперва так встретили грубо нас, но потом я стал говорить, что я пастер церкви, вот ваш бывший дяд сейчас уверовал, он принял Иисуса Христа своим личным спасителем, он исправил свою жизнь и хочет восстановить семью, они посмотрели с удивлением так, сперва не хотели, но потом как-то смирились и я даже сам не надеялся, что так скоро и быстро Бог восстановит, я думал, что мы еще несколько раз посетим эту семью и потом решится этот вопрос, но Бог так сделал, что в этот же день она говорит, я ему не верю, но я верю вам, я знаю, кто вы такие, если он в вашей церкви, то я верю тогда, что будет у нас все хорошо, и они примирили, слава нашему Господу, и в тот же день, слава Богу, в нашем машине было еще одно место, и она вместе с нами, поехали, я не до сих пор вместе живу, слава нашему Богу, знаете, один раз приехали к нам немцы в Госси, и начали свидетельствовать в церкви, один говорит, жена меня оставил, другой говорит, жена меня оставил, и никакое восстановление, допустим, нету, они себе нашли других жен, я думал, Боже мой, уже, неужели Бог не в силе? Я тогда этому брату сказал, брат, давай свидетельство о ты, потому что наши неверующие люди, которые слушали, они не поняли, что за верующие приехали, что за мужчины, жены их оставляют, допустим, и тому подобное, но когда начал наш брат свидетельство, что когда-то его тоже оставила жена, но когда он принял Иисуса Христа, Иисус восстановили его семью, все вздохнули ими, и знаете, это свидетельство, что более приемлемо было слава нашему Богу, Боге живой, халлелуя, Он разрушает все, дорогие мои, то, что созидает дьявол в нашей жизни, то, что дьявол созидает, Бог разрушает, и Бог созидает новое в нашей жизни, халлелуя, и 52-й говорит, и гроби отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Представьте, дорогие мои, Иисус умирал, но другие воскресали из мертвых, и это событие говорит нам, дорогие мои, что мы имеем победу над смертью, мы все умрем, но мы все оживем, слава нашему Богу, мы все умрем телесно, но мы будем живы у Господа, но когда придет царь славы и вернется на земле, миллионы, миллионы людей воскреснут и будут перед Богом и будут славить Его, слава нашему Богу за это, мы имеем победу над смертью, я хочу сказать вам, дорогие мои, мы должны верить в этом, и должны проповедовать об этом, что есть жизнь после этой смерти, может иногда нам уже, когда проповедуем, хочется, чтобы людям высказать что-то очень красиво, философские мысли такие, чтобы они нас почитали за грамотными людьми, и знаете что, если мы не будем проповедовать об истине, то как есть, то они не примут, они послушают, как греки, послушали когда-то Павла, и Павел говорит, начал уже о воскресении из мертвых, они начали смеяться, о, Павел говорит об этом, другой раз послушаем тебя, недорогие мои, Евангелие гласит, что мы все умираем, но мы все живем во Христе Иисусе, слава нашему Богу, вы знаете, 10 лет тому назад, я хочу еще маленькую свидетельство сказать вам, 10 лет тому назад, у моего близкого человека, это дядя с отцой стороны, 3 года старше меня, и у него была проблема, и у него тоже к врачу истекался кровотечение у него, я оказался на прямом кишке, у него был рак, и врачи сказали, там уже до такой состояния дошло, что после операции он бы не смог уже естественным образом, чтобы он смог уже жить, пищеварение он не мог уже обыкновенным, допустим, образом, чтобы сделать, и у него сделали операцию, и там такой пакет целлофан, выносят кишку туда, прямую кишку, и знаете, это есть ужасная жизнь, и когда врач говорил об этом, он заплакал, я проповедовал ему, но он знает, что да, Бог есть, но так не уверовал, не принял Христа, значит, десять лет он прожил так, и знаете, что самое интересное, в это время, когда я отвез к врачу, и врач говорил, какие симптомы у него, все, точно такое состояние было у меня, и знаете, жена моя говорит уже, иди к врачу, я говорю, если к врачу пойду, что мне врач скажет, я уже знаю свой диагноз, точно такое же состояние, как у моей дяди, я просто мальчик, и знаете, дело моё дошло до такого состояния, что даже в одном городе, я когда учил библейские уроки, преподавал, до такого степени я уже ослаб, извините, но за каждые полчаса у меня кровотечение, истекал кровью, я уже глазами, знаете, смотрел, так и все тускнеет перед моими глазами, говорю, губы у меня как-то онемели, и свой голос я уже со стороны слышу, я уже за кафедрой вот так держался, и как-то докончил этот урок, когда ушли студенты из этой библейской школы, я пал на колени, я сказал, я не сделаю эту операцию, конечно, врачи тоже от Бога, но врачи не все могут, и сказал, я умру, но не сделаю, но в это время я сказал, почему мне умирать, когда есть у меня живой Бог, халлелюя, и начал я молиться, и я вспомнил, дорогие мои, проповедь пастора Янгичу один раз, он свидетельствовал к Богу, не помню только от какой болезни, исцелил его, и он сказал, я говорю, стал настойчиво, и говорил только одно слово, исцели, 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 Бог говорит, исцели, не оставил, говорит, я Бога, и я подумал, если этот карет смог, и у него получился, то у меня тоже получится, да, он такой маленький, я здоровый, у него такие глаза у меня, я шире смотрю на мир, в общем, я начал молиться, и сказал, я не встану, Господь, с колен, на колени я стал, и не встану, пока ты меня не исцелишь, я не знаю, сколько молился, но я решил, не встану отсюда, я не положил, допустим, времени там, сколько буду времени молиться, просто я сказал, не встану, пока ты меня не исцелишь, я не знаю, сколько времени молился, больше два часа на иных языках молился, В общем, служащий, наверное, в среднем, три часа я молился точно, если не больше. Но я решил, не встану отсюда, пока не исцелишь меня, Господь. Как легко, когда с кафедрами проповедуем об исцелении. Но когда уже дело доходит лично, касается нас, это я хочу признать, дорогие мои. Проповедовать легче, чем уже самому столкнуться с этим. Я тогда включил всю мою веру. Я начинал уже библейские стихи цитировать. И раном Иисуса Христа мы исцелились. Оттуда я начал, вспомнил всякие, допустим, вот эти исцеления, которые происходили. Как Иисус исцелял. И тут голос, ты умрешь, но ты покайся, что перед Богом пристал, да? Хороший совет там. Вроде ничего плохого нету, да? Даже так же верующие проповедуют. Может, это воля Божия, что ты умер и пошел к Богу. Мы к Богу все пойдем. Но я, когда второй голос говорит, не сдавайся. И когда я вспоминал до этого, пока у меня не прижал этот болезнь, Бог со мной говорит. Бог дает ведение о будущей церкви, о своем труде. У меня есть еще много чего делать в этом мире. Я сказал, для чего Богу, чтобы я умирал в этом возрасте? И знаете, я уже решил, сказал, дьявол, уходи от меня. И я исцелен ранами Иисуса Христа. И в какой-то момент я почувствовал в сердце, что что-то сломался в духовном мире. Я поблагодарил Бога, встал с молитвы. И с того дня до сегодняшнего дня я свободен от этой болезни. Аллилуйя. Слава моему Богу. И после 10 лет у моих детей опять проблемы. Ну, он продолжал опять выпивать, все там. Когда с ним о Боге говорили, он, да, Бог существует, но так, чтобы сильно принять, не получался. И в один день звонит ко мне. У него, говорит, страшные боли. Я его забрал к врачу. Где-то два часа на дороге ехал, два часа стенал. Не переставал, это было ужасно. И когда мы перевели к врачу, оказывается, кишка там у него внутрь лопнулся. И знаете что? Опять операция. Опять то же состояние, еще худшее состояние. И он уже сдался и сказал, больше жизни не хочу. И знаете что? Когда я с ним уже беседовал и стал опять говорить. Знаешь что? Мы даже. Я знаю, что ты не хочешь уже жить. Но, ты знаешь, после смерти, после жизни, после смерти есть жизнь. Ты умрешь. Но, люди, мы всегда пристаем перед Богом. Ты будешь или в раю, или в аду. И он говорит. А кто его знает? Говорит. Все это то, что мне говоришь, это правда? А все это существует? А я ему сказал. Тут уже не время было. Ласкать его и сказал. А вдруг существует то, что я говорю. Вот ты не веришь. Вот ты умрешь сейчас. А вдруг существует все это. Что ты тогда будешь делать там? У тебя не будет времени каяться. И он сломался. И он начал потом каяться. Принял Иисуса Христа. Потом начал прощение просить у своей жене. Если когда-то я обидел тебя. Это от этого человека было, знаешь, что? Чудо. Что он мог попросить жену прощения. И знаете что? И через какое-то время тело постепенно, постепенно идет назад, худеет. Но я молился за него. Я потом преподал водную крещению. Потом преломлению я ему дал. И все это время я продолжал беседовать. И ко мне позвонили один день. Он умер. И когда приехал, мне рассказывают. Зашел, говорит, одна, говорит, там родственница. У него, говорит, глаза закрыты. Такое счастливое лицо. И кому-то улыбается. И побежала она, позвала жену. Но они пришли. И он уже мертвый. Но я верю, дорогие мои. Он у Господа. Аллилуйя. И придет время. Мы все верим. Когда Иисус умирал. Граби открылись. Мертвые воскрешали. Жизнью и смертью Иисуса Христа мы получили жизнь. Аллилуйя. И настанет время, когда мы вместе пристанем перед нашим Господом. Слава нашему Господу. И не только мертвые воскрешались физически мертвые. Там и стояли физически живые, но духовно мертвые люди. Сотник со своими людьми. И он сказал. Сотник же. И те, которые с ними стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бившие устрашились весьма и говорили. И воистину, он был Сын Божий. Аллилуйя. Слава нашему Богу за это, дорогие мои. Вот эти события были в жизни Иисуса Христа. И этот день никак не был отречен от других дней, что это был такой славный день. Наоборот. Мы видим, что это был самый мрачный день в истории человечества. Когда Бог на земле пришел, Создатель стал жертвой своего создания. Он умирал. Унижали. Но Он нам принес прощение грехов. Нам принес жизнь, свет и вечную жизнь. Слава нашему Богу. И те славы, которые мы сегодня имеем перед Богом. Дорогие мои. Слава нашему Богу за это. Стоит за это благодарить Бога, да? Стоит за это всегда славить нашего Господа. Мы проживем эту короткую жизнь. Мы все пристанем перед Богом. И давайте в жизни нашей примем Иисуса Христа. И всегда, дорогие мои, будем надеяться на Него. Мы будем сейчас молиться, дорогие мои. Давайте все мы прославим нашего Господа. Если кто в сердце своем чувствует, что ему надо принять свет Иисуса Христа побольше в сердце, мы можем сегодня молиться вместе. Если кто-нибудь есть сегодня первый раз, я не знаю, кто еще свою жизнь не отдал Богу, кто еще не покаялся перед Богом, кто отрекается от этого света, сегодня есть у тебя возможность примириться с Богом. У тебя есть возможность сегодня принять Господа жизни в твоем сердце. И Он просветит твою жизнь. Если есть верующие даже, которые чувствуют в сердце своем, что надо им пристать перед престолом благодати, давайте, дорогие мои, встанем, пристанем перед Богом и будем молиться за это. Халлелуя. Слава тебе, Господь мой, Бог мой. Ты живой Бог. Халлелуя. Мы славим тебя и благодарим. Мы славим тебя и благодарим, Господь мой, Бог мой. Ты всемогущий Господь. Ты всемогущий Бог. Халлелуя. Продолжение следует...